Ауди Ку-2 Ауди Ку-2 дебют первого компактного кроссовера от Властелина Колец. Многие коллеги уже поспешили назвать это ответом на Ниссан Джук. Мол, новый конкурент возник. Однако, ребят, ну те, кто ходит в магазин Dixie, не ходят в азбуку вкуса и наоборот. Хотя яблоки и там, и там выглядят примерно одинаково. Поэтому я бы сказал, что Ауди Ку-2 это скорее конкурент к Мерседесу GLA на английский манер или ГЛА, как его называют в Германии. Хотя нельзя не отметить, что современные премиум подразумевают некую сдержанность и скромность. Здесь она проявляется в габаритах. Машинка чуть-чуть больше 4 метров и в объемах двигателя. И если мы залезем под капот, то обнаружим, что здесь в данном конкретном автомобиле у нас стоит двухлитровый турбодизель. 190 сил это топовый двигатель для Ку-2. Пока, по крайней мере, пока нет версии S или может быть появится версия RS. Предлагаются и более слабенькие бензиновые моторчики, в том числе известный турбоагрегат в 1400 кубов мощностью 150 сил. А базовый это трехцилиндровый двигатель в 115 лошадок. Но при всем при том, повторимся, мы имеем дело с премиумом. Поэтому капот у нас открывается сам при помощи ножки без всяких там подпорочек и подставочек. И это, кстати говоря, деталь немаловажная, потому что премиум в этих самых деталях и кроется. И если мы заглянем в салон, то мы обнаружим тут тоже достаточно много таких интересных фишек, которые, кстати, раньше были присущи автомобилям куда более высокого класса. Помимо уже привычных для таких автомобилей жидкопистолических приборных панелей, 12-дюймовых дисплеев, мультимедиа и навигации, мы здесь можем найти несколько очень интересных фишек, которые, опять же, характеризуют премиальность продукта и уважение к тому человеку, который эту небольшую машинку купит за приличные деньги. Какие, пока не знаем. Видимо, цены будут объявлены во второй половине года, когда начнутся продажи. Здесь есть система сканирования мертвых зон, причем не только при параллельном движении, но и при перпендикулярном. То есть, грубо говоря, вы выезжаете из арки на улицу, и машина вас предупреждает о том, что вам на перерез по главной дороге кто-то едет, нужно притормозить. Естественно, здесь есть система автономной парковки, но этим уже сегодня никого не удивишь. Машина умеет читать знаки и, безусловно, умеет экстренно, автономно останавливаться в случае появления пешехода перед капотом. А еще современный премиум – это функциональность. Вот здесь, на заднем сиденье, я с роста метр восемьдесят легко помещаюсь. И здесь, кстати говоря, идеально встанут два детских кресла. Система изофикс для их крепления, естественно, предусмотрена. А детские кресла – это важно, потому что такие машинки будут покупать в том числе и молодые мамы. Вернее, может быть, скорее для молодых мам будут покупать состоятельные папы. Ну и багажник. В общем, тоже вещь не лишняя, даже в автомобиле, который может быть предназначен для того, чтобы возить на нем цемент или картошку. Здесь 405 литров, что для компактного кроссовера, поверьте, немало. По крайней мере, далеко не худший показатель в классе. Ну и, естественно, есть всякие приятности вроде сервоприводов.